Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл интервью, встреч с интересными историками. Сегодня в нашей студии два очень интересных гостя. Итак, Иркен Абиль, директор Института Истории Государства, доктор исторических наук, профессор. И Азамат Раскельдин, историк, специалист по Золотой Орде эпохи позднего Средневековья. В настоящее время очень актуальна проблема, поднятая еще Ельбасы, Русланом Ильичем Назарбаевым, в своих работах «Модернизация общественного сознания, семь грани великой степи», в которых он отмечал необходимость обращения к коду идентичности. И искать его надо именно в нашей глубокой истории. Как вы думаете, насколько актуальна эта тема и проблематика? Насколько я знаю, сейчас этот вопрос активно обсуждается в социальных сетях. Зиабек Кабульдинов, директор Института Истории и Этнологии имени Валиханова, недавно опубликовал в Фейсбуке на своей странице свое видение, свою концепцию тех проблем исторической науки Казахстана, которые необходимо решать. Недавно прошла конференция в библиотеке Ельбасы, в которой также были подняты вопросы казахстанской государственности. Итак, господин профессор, что вы думаете об этом? Ну, я хочу здесь небольшое уточнение сделать по формированию национальной идентичности и роли истории в этом процессе. Ельбасы вообще говорил до вот этой статьи, до «Семь грани великой степи», до «Рухани Жангру». Была работа в потоке истории, было еще несколько таких выступлений, где говорилось, что именно формирование исторического сознания является базой для формирования казахстанской идентичности. Ну, это, по-моему, вообще 92-й год, да? То есть, на самом деле, за ареянной независимости он уже об этом понимал. Концепция формирования исторического сознания в 95-м году еще. Тогда Институт истории и этнологии имени Валиханова руководил тогда еще покойным монашка Башечку Зубаев. Вот, они тогда разрабатывали вот концепцию формирования исторического сознания, исторической памяти. Эта концепция вообще свою роль сыграла такую вот. Несомненно. Тогда как раз и начались публикации первых томов истории Казахстана. Да. Есть один очень большой, значит, одна очень большая проблема. Часто задают вопрос, зачем писать новый семитомник, можно же старый взять, посмотреть, подправить немножко. А в чем проблема? В чем проблема, да? Да, вокруг чего сыр-бор-то, собственно говоря. Дело в том, что мы, у нас была, конечно, достаточно развитая историческая наука в советское время. Вот, у нас было очень много специалистов. Но есть одна проблема, и она существует до сих пор. Мы до сих пор смотрим на свою историю чужими глазами. То есть так, как нас научили смотреть? У нас нет сформировавшегося национального взгляда на национальную историю. Когда мы там говорим европоцентризм, там разные другие слова, измы употребляем, за этим всем что кроется? За этим всем кроется некая такая вот зависимость исторической науки Казахстана от методологических установок, сформированных где-то. Кем-то, да? Кем-то, когда-то. Но не казахстанцами, не нашими учеными. Да, да, да. В свое время, вот даже такую тему сейчас, ну, последние вот 3-4 года, да, Золотая Орда. Ведь в свое время, еще дореволюционный период, сомнений в том, что казахи являются наследниками Золотой Орды, ни у кого не было. Ни у зарубежных ученых, ни у российских ученых, ни тем более у самих казахов. Мы сейчас на этой теме подробно останавливаться не будем. Такая ситуация продолжалась буквально вот до 40-х годов 20-го века. После чего, в силу там различных событий, больше субъективного характера, политического... Идеологического. Да, изучение Золотой Орды прекратилось полностью. И у нас сформировалось определенное мнение и сформировалась определенная историческая память уже у населения Казахстана, где Золотой Орды нет. Когда мы говорим об исторической памяти, скажем, населения Казахстана, у нас же нет традиционной исторической памяти. Она у нас прервалась. Как многие элементы традиционной культуры, традиционная историческая память у нас прервалась. Сегодняшняя историческая память у нас сформирована под влиянием советских учебников истории. Поэтому задача сейчас стоит в том, чтобы изменить историческую память. Традиционная историческая память это Шижире, да? Это Шижире, это исторические предания. Да, Иисус-Устав, с поколения в поколение. Где-то она была записана в конце 19-го, начале 20-го века. Да. Там Курбангаль, Халид, например. Машхур-Субкопиев. Машхур-Субкопиев, Шакарым, например. Вот это как раз записи исторической памяти казахов. И прервалась она когда? Она прерывается в начало 20-го века. Сталинская модернизация. Когда нам говорят о благах сталинской модернизации в развитии массового образования, здесь есть две стороны. Массовое образование, с одной стороны, массовая грамотность, но, с другой стороны, полное уничтожение традиционной культуры. Да. Включая традиционную историческую память. Это было связано с голодом, его последствиями, репрессиями. Это связано с голодом, это связано с уничтожением интеллигенции. Теперь наша задача формирования вот этого исторической памяти, исторического сознания, свободного от тех штампов, которые в течение 70 лет на сознание общественное навешивалось. Это не означает, что мы сейчас вместо одного штампа, другой штамп должны сделать и опять повесить. Мы сейчас должны дать возможность получить эту информацию. Есть сейчас такое понятие, как методологический плюрализм в науке. Мы просто должны показать, что такая возможность есть. Мы должны дать возможность выработать какую-то собственную методологию, казахстанскую. Мы должны выработать свой казахстанский взгляд на свою национальную историю, потому что я понимаю, что этот взгляд будет отличаться от того, который существует, скажем, в Соединенных Штатах Америки на нашу историю, который существует в Западной Европе на нашу историю, который существует в Японии, который активно нас изучает, наш средневековый, древний период. У них там свой взгляд на нашу историю. Ну и, соответственно, единственная страна, где нет национальной концепции истории Казахстана, это Казахстан сам. Это ужасно, да, в этом плане? Нет, это я бы не сказал, что это катастрофа ужас-ужас. Это не очень хорошо. База для этого сегодня есть. То есть у нас есть историки, которые обладают собственным видением. У нас есть публикации, у нас есть концепции. Единственное, сейчас надо это свести все в систему. И самое главное, историческая наука и история как общественное явление, они немножко отличаются. Потому что историческое сознание, да, историческая память, это, ну, немножко схематичная она всегда. Она немножко всегда... Вот я не хочу употреблять слово миф, социальный миф, потому что люди не всегда правильно понимают этот термин. Но историческая память – это некий социальный миф. То есть это вещь, которая не требует доказательств, которая существует вот как определенный символ. Вот если у нас научная часть есть сегодня, мы готовы, историки готовы сформулировать, ну, это есть в наличии сегодня, то вот национальная история как некий такой общественный социальный миф, она не существует сегодня. Вот сейчас наша задача из научной сферы, вот эти все знания перевести в сферу общественную. То есть, грубо говоря, население наше познакомить вот с тем образом национальной истории, который сейчас есть в профессиональном сообществе. Очень хорошо. А какие сложности или, может быть, какие-то опасности есть вот в этом процессе? Я почему так задаю вопрос? Дело в том, что существует такое мнение, что казахстанские ученые, они замыкаются вот в своих исследованиях, в своих какой-то позиции, в своих шаблонах и стереотипах. Нет ли здесь такого, не будет ли таких последствий для нашей исторической науки, что мы опять будем сидеть внутри и копошиться? То есть, насколько важно принять во внимание все те исследования и ту методологию, которая уже существует и разработана за рубежом? То есть, опять-таки, взгляды американской истории, той же японской истории, турецкой истории, даже российской истории на историю Казахстана. Ну, я бы не сказал даже, в первую очередь, российской истории, потому что объективно востоковедение изначально российское всегда было передовым. И, собственно говоря, западное востоковедение, оно шло вслед, и только вот в последние, может быть, лет 40-50 именно, скажем, европейское или американское востоковедение действительно стало занимать позиции такие вот ведущие. Да, поэтому в первую очередь, наверное, российская. Германа-российская. Германа-российская, да, правильно. Ну и плюс, я говорю, сейчас вот Япония, Корея очень активно начинают изучать. А в любом случае, любой исследователь, это такая вот, наверное, проблема науки в целом, он всегда создает себе некий такой вот мир, в котором немножко замыкается. Который ему комфортно. Который ему комфортно, да. Вот, но и опять же, ни один ученый, если, ну, конечно, он ученый, в прямом смысле этого слова, не может игнорировать весь тот интеллектуальный багаж, который по его теме, например, на сегодняшний день на куплю. Конечно. Поэтому говорить, что есть опасность того, что мы как-то закуклимся, да, в каком-то мирке, да, наверное, такой опасности нет. Наоборот, мы сегодня хотим вывести историческую науку немножко вот из-под крыла вот такой вот русскоязычной науки. Мы хотим чуть-чуть ее вывести, потому что у нас на сегодняшний день это связано тоже с различными факторами. В первую очередь вот у многих историков есть языковой фактор, невладение английским языком. Да я даже не сказал бы невладение английским языком. Сейчас есть возможности и невладения английским языком, англоязычных текстов, да, пользоваться переводчиками. Может быть отсутствие навыков, может быть где-то незнание вот тех, скажем, возможностей, которые сегодня несет там те же самые технологии, да, для того, чтобы ознакомиться со всем, что существует в мире. Но я не скажу, что это опять такая прямо глобальная проблема, потому что большая часть серьезных историков, которые действительно работают в этой теме, они осваивают вне зависимости от поколений, там, от возрастов и так далее. Потому что это востребует необходимо. Конечно, конечно. А нынешнее поколение, скажем, докторантов, они просто в силу нормативных требований, установленных в министерство, не могут мимо этого пройти. Они обязаны этим заниматься сейчас, тем более вот сейчас мы буквально обсуждаем вопрос вот доступ к полнотецовым базам данных, там изверх, те же самые, да, веб-порт, сайт и так далее. Потому что государство платит для того, чтобы ученые в Казахстане имели доступ к этим полнотецовым базам данных. Это хороший шаг со стороны государства. Да, да. То есть возможности есть на сегодняшний день. Поэтому, к тому же, я не скажу, что, скажем, методологический, теоретический уровень работ казахстанских, он ниже, чем там западных наших коллег. Здесь тоже такой вот миф существует, да, в теоретическом, интеллектуальном превосходстве Запада. Но это тоже миф, потому что, да, мы с коллегами работаем, общаемся, ничего там сверхъестественного нет. И во многом ученые, наши коллеги, скажем, в других странах, они опираются точно так же на наши работы. Поэтому на самом деле такой опасности не существует. И если мы, наоборот, если мы сможем сформулировать какую-то национальную концепцию или национальные концепции, и, потому что, опять я говорю, какой-то одной генеральной не должно быть, какие-то национальные концепции, мы еще более интересны будем Западу. Ну, условно говоря, там Западу, зарубежному, ученому. Да, ученому, ученому миру. Конечно, потому что именно вот интерес вызывает оригинальные, новые концепции. Мы, ну, для нас там, я не знаю, сейчас-то, наверное, нет, но я помню, что вот лет 20 назад это для нас новостью была цивилизационная там парадигма, да, которая на самом деле, пока она дошла к нам, она уже устарела. Да, 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 ориентализм, да, дискурс. Конечно, конечно, мы сейчас говорим о теории модернизации, например, которая, в принципе, вот, по большому счету, тоже уже устарела. Да. Но мы сегодня хотя бы вот на вот этот уровень выходим, но мы тот же самый, ту же самую теорию модернизации, вот она не означает, что в классическом виде она может и устарела, но сейчас, например, есть несколько, как бы, направлений, той же самой теории модернизации, и само вот это вот явление модернизации мы отрицать не можем, вот в том числе по истории, скажем, 20 века Казахстана. Мы по-разному можем относиться, вот, мы, я вообще всегда противник был эмоционального подхода к истории 20 века, вот у нас в связи вот с недавним высказыванием Моли Нашимбаева. Да, очень много было эмоциональных высказываний, вот, чуть ли не, что мы отрицаем вообще сам факт, там, голода, трагедии и так далее. Но я полностью, например, с ним согласен в том вопросе, что политизировать эту тему вообще не стоит. Вообще политизировать темы, связанные с историей, это занятие неблагодарное. А что значит политизировать тему? В моем понимании, да, в моем понимании политизировать, это пытаться исторические сюжеты использовать при решении сегодняшних проблем. Потому что любой, кто делает на этой теме политический какой-то капитал, это попытка использования исторического сюжета для решения сегодняшних проблем. То есть... Ну это общепринятая практика в мире. Я знаю. Историки всегда страдают из-за того, что политики их пытаются использовать не для решения задач науки, а для решения сегодняшних своих политических задач. Я всегда был противником этого. Это путь, который заводит в тупик. То есть не политики для истории, вернее, не история для политиков, а политики для историков. Ну я вообще, как историк, конечно, я бы хотел, чтобы политики были для историков. Да, историкам это бы понравилось. Ну я понимаю, я здравомыслящий человек, я понимаю, что есть определенный как заказ, социальный заказ. И любая наука, она основана на том, что существует определенный запрос на исследование. Это касается не только истории, это касается физики, математики, астрономии, любой науки. Существует объективно общественно-заказ на исследование. Если он есть, у ученого есть возможность заниматься этой темой. Конечно, потому что есть поддержка, я состанавливающее правительство, есть понимание этой проблемы. Не обязательно правительство. Со стороны, я не знаю, когда говорят, со стороны бизнеса, это тоже социальный заказ. Тоже. Элементарно, даже абсолютно без поддержки, там сам написал книгу, но чтобы ее продать, чтобы она была интересна кому-то, это тоже должен быть определенный общественный запрос. И поэтому, когда говорят, что историки пишут, когда им платят деньги, любой ученый пишет, когда им платят деньги. Потому что это... Спрос. Да, это специфика науки. Нам, как историкам, конечно, хотелось бы, и в этом отношении, кстати, в Казахстане относительно неплохо дело поставлено, что на работу историков есть определенный общественный запрос. И как со стороны общества, так и со стороны государства. Наверное, это признают и ваши зарубежные коллеги. Я слышал такие отзывы. Мы говорили о конференции, которая в библиотеке Эльбаса проходила. Там наши зарубежные коллеги этот факт отметили, что в Казахстане и государство, и первый президент, и нынешний президент уделяют особое внимание исторической науке им это там импонирует. С долей зависти, наверное. Да, с определенной долей зависти, да. На самом деле, на постсоветском пространстве все государства так или иначе занимаются исторической политикой. Вот такой термин появился. Он мне, например, где-то он может покоробить, но это факт. Единственное, что разные акценты, они связаны со спецификой стран. Когда нас, ну, некоторые наши российские коллеги упрекают в том, что мы занимаемся там использованием истории для формирования национальной идентичности, например, да. А как можно в этом упрекать? Упрекают, тем не менее упрекают. Чуть ли не мифотворчеством занимаемся. Ну, если вот говорить о социальном мифе, да, вот, то есть миф это не означает, что это неправда, да, а миф это схематическое, такое символическое изображение истории. Да, мы занимаемся мифотворчеством в этом плане. Вот. То есть, мы хотим выработать определенные символы, иначе вообще, как для меня, как для историка, это и сферзадачей должно быть. Понятно, что мы, историки, работаем, пишем там, и друг друга только читаем, да, вот я там специалист по какому-то периоду, и есть у меня в Казахстане еще 10 моих коллег, которые этим периодом занимаются, вот, и мои статьи, мы вот эти 10 человек друг друга статьи читаем. Понятно, это наша профессиональная деятельность, но вместе с тем наша сверхзадача в том, чтобы вот эту свою мысль, безумно гениальную, там, выраженную филигранным академическим языком, недопускающим там двусмысленности, да, довести все-таки для широкого читателя. Да, простым языком. Простым языком. Понятным. А это всегда некоторое упрощение и некое создание такого вот символа, правильно? Ну, наверное, социального мифа. В интересах каждого государства, насколько мы знаем историю, и Советский Союз создавал такие мифы. Советский Союз вообще это дело поставил на очень... Индустриальную основу. Индустриальную основу. Шедеврально, наверное. Да, да, да. Мы же до сих пор живем на советских мифах. Россия сейчас этим активно занимается, но Россия немножко другой аспект взяла. Это отечественная война. И с точки зрения, скажем, России, в этом есть смысл, потому что совместная борьба народов, которые сегодня населяют Российскую Федерацию против фашизма, это та тема, которая не вызывает конфликтов внутри общества. Более понятная... Да, объединяющая действительно тема. Потому что возьми они любую другую, там, в Средневековье, вот как пытались, да, там... Куликовская битва. Куликовская битва или стояние на реке Убре, сразу же возник конфликт внутренний. Национальный. Да, да, да. И любая другая тема, там будет вызывать такой внутренний конфликт. Там освоение Сибири, еще какие-то темы, да. А Великая Отечественная война, это та тема, которая для России действительно является внутри неконфликтной. Она является... А консолидирующей. Да, хотя есть товарищи, которые умудряются и там конфликт найти. Да, можно, можно. Укрепляет символический капитал. Да, да, да. То есть все страны этим занимаются. Мы выбрали немножко другую тему. Причем этот выбор тоже не был случайным. Этот вопрос, скажем, по той же Золотой Орделу, он же тоже не спонтанно возник. Вот Азамат очень хорошо эту предысторию знает. Давайте Азамату предоставим слово. Так, благодарю. А то у нас это монолог. Хорошо.